До Нового года осталось каких-то 10 дней, и это значит, что уже пора задуматься о планах на долгожданную новогоднюю ночь. Любимый праздник может быть проведен с семьей, за столом с Оливье, за просмотром советских фильмов. А кто-то, возможно, выберет экстремальное путешествие в горах. Впрочем, есть и те, кто вообще не придает значения этому событию. Выбора много. О том, как тверичане планируют празднование, рассказывает наш корреспондент. Планами на новогоднюю ночь поделились россияне во время опроса сервиса работы.ру. Выяснилось, что 69 респондентов собираются отметить праздник дома в кругу семьи и близких. Еще 13% планируют встретить Новый год в компании друзей, а 5% проведут первую ночь 2023 года на работе. Но ни много ни мало, а аж 11% пока и вовсе не определились с планами на праздник. Как тверичане будут отмечать Новый год, мы спросили у них самих на главной улице Твери. Каждый год с семьей. А вы не пойдете с друзьями праздновать? Ну, потом, на утро. На утро? Да. А вы вообще любите гулять более скромно или прям с весельем? С весельем, конечно. Это же Новый год. Дома, с семьей. А вы так каждый год празднуете? Да. А у вас есть какие-то домашние традиции? После встречи Нового года мы все выходим на улицу и запускаем фейерверк. А вам не жалко денег? Нет. А дорого выходит вообще? Зять покупает. То есть не вытратитесь? Нет. Поэтому не жалко, да? Да. Дома, с семьей. И никуда не пойдете с друзьями тусить? Возможно, куда-то и пойдем. А какие планы? Ну, провести хорошо Новый год с семьей и с близкими в основном. А вы любите Новый год отмечать спокойно или более вот так весело? Как? В зависимости от настроения. Как настроение, да. А кушать любите? Ну, по-настоящему, наверное, видно. А какое ваше самое любимое новогоднее блюдо? Шашлык, наверное, да? Ну, наверное, да. Шашлык, наверное, да. С друзьями. А где именно? У друзей, дома. А почему именно так решили праздновать? Веселее всего. Уверена, что мой праздник пройдет хорошо и уютно. А собачку будете праздновать? Собачку родителям оставляю. А почему не с ней? Тяжело с ними будет в чужой квартире. Силы какой! Красавчик! Как можно заметить, у большинства респондентов одинаковый план на новогоднюю ночь. Сначала с семьей, потом с друзьями. Но на самом деле важно не только, с кем вы проведете праздник. С семьей, друзьями, любимым человеком или в одиночестве. А еще привести его в гармонии с самим собой. С пользой для души и тела. Как говорится, по-настоящему насладиться традиционным новогодним столом, волшебством зимы. И зарядиться позитивом на весь предстоящий 2023 год. Не зря же существует поверье, что как Новый год встретишь, так его и проведешь.